Какой бизнес нужно масштабировать, а какой не стоит? Период кризиса риск или наоборот время действия? Не важно какая индустрия, не важно какая сфера, услуги. Когда вы масштабируетесь, вы можете получить клиентов, которые раньше работали с какими-то другими компаниями, получали у них услуги. Сразу на вас работают два фактора. Если эти два фактора соблюдаются, можно масштабировать. Какой бизнес нужно масштабировать, а какой не стоит? То есть когда, в какой момент, период кризиса риск или наоборот время действия? Смотрите, с моей точки зрения не стоит масштабировать только тот бизнес, который на самом деле имеет очень плохую финансовую прибыльную модель. Такие бизнесы, к сожалению, бывают. То есть они вообще не масштабируемы, потому что они держатся только на том, что владелец, грубо говоря, являясь каким-то суперэкспертом, работает в них бесплатно. Или он является супермаркетологом и работает в них бесплатно, получая как бы свою оплату как владелец, но при этом не платит себе зарплату. Но, строго говоря, не стоит масштабировать тот бизнес, который а, не приносит классный какой-то сервис, продукт клиентам, зачем масштабировать то, чего люди страдают? Мне кажется, это было бы достаточно жестоким подходом. То есть масштабировать нужно то, что приносит, безусловно, пользу. Второй момент, что нужно масштабировать, это при том, что ваш бизнес приносит пользу, и клиенты довольны, но кроме того, у вас есть нормальная, здоровая экономическая модель. Она не означает, что вы сразу с первых дней работы своей компании получаете прибыль, и зарабатываете бешеные деньги. Это означает только то, что эта компания может быть устойчива, уверенно прибыльной. Приведу пример. Когда-то мне приходилось консультировать разные компании, даже те, кто у нас не проходит проекты по систематизации. Я столкнулся с рекламным агентством, которое работает за 10% комиссионных, простите, с туристическим агентством, которое работает за 10% комиссионных, которые платят туристические операторы. То есть туроператоры формируют пакеты, агентство продает, на этом имеет свои 10%, как говорится, от стоимости проданных пакетов, ну и выглядит просто как клондайк. Вы представляете, вы ничего не делаете, вы просто продаете, получаете 10%. Но когда мы... Да, но такие агентства обычно по какой-то странной причине они не могут ни расширяться, ни развиваться, ни привлекать особо, расширять круг клиентов и так далее. Это, знаете, агентство, которое работает по знакомым, что-то в этом роде. И мы просто когда-то с владельцем такого агентства сели и посчитали. На самом деле, как работает с точки зрения финансов эта модель. И в результате владелец был в шоке, потому что она работала 2 года. И через 2 года она пришла к точке, когда у нее там 2-3 сотрудника, и она дальше развиваться не может, почему-то у нее новых клиентов нет. А нет новых, достаточно новых клиентов, это значит, нельзя нанять продавцов, нельзя тратить деньги на рекламу. Это какой-то замкнутый круг. Но когда мы посмотрели и посчитали, ну понимаете, в любом бизнесе есть стоимость привлечения клиентов. В любом бизнесе есть стоимость обслуживания клиента. Потому что, да, это кажется вроде выгодным, там 10%, но клиент купил там, не знаю, туристический пакет за пару тысяч долларов, а агентство заработало 200 долларов. Легкие деньги. Но когда вы посчитаете, сколько стоит работа менеджера по продаже, сколько он должен начать циклов презентации и продажи, чтобы закрыть клиентов, сколько потом занимает время коммуникация с ним, сколько тратится времени на то, чтобы вырастить такого менеджера, такого продавца, сколько на самом деле стоит реклама, чтобы эти 3-5, получить 3-5 лидов, из которых потом в конце концов закрыть один, оказывается, что там 10% на самом деле и не пахнет. То есть бизнес изначально убыточный. Единственная причина, по которой такие агентства продолжают существовать, это просто то, что, ну, это сам владелец, он работает, собственно, как агент, он сам работает как продавец офиса, у него там, может быть, и есть какой-то микроофис, людей он не нанимает, рекламу он не дает, пользуется, так сказать, рекомендациями друзей, знакомых и друзей, знакомых, что-то в этом роде. И он называет это бизнесом. Безусловно, такой бизнес невозможно масштабировать. В общем, а, первое, если у вас есть хорошая услуга, хороший продукт. Второе, если у вас масштабируемая, то есть сама по себе модель бизнеса прибыльная, выживательная, это всегда стоит масштабировать, всегда. Потому что можно масштабировать, у нас есть потрясающий клиент в Америке, этот парень, например, это компания, которая растет быстро на таком странном достаточно виде бизнеса, как услуги сантехник. Вот в Америке есть такой пласт клиентов, это клиенты, у которых дома стоят там больше миллиона долларов, и они хотят, чтобы к ним приходил сантехник, который нормально выбрит, от него не пахнет, невкусно, он хорошо одет, он быстро, квалифицированно делает свою работу, при этом он ничего не испортит, и вода потом не польется на ваш дорогой паркет, и что-то в этом роде. Средний чек работы сантехника небольшой, в таком бизнесе около 500 долларов. И вот этот наш американский клиент, он создал большую компанию национального масштаба, которая предоставляет определенные категории клиентов, таких сантехников, это большая на самом деле компания. Казалось бы, понимаете, сантехники, они же вроде есть везде, на каждой улице, какую газету не открой, везде реклама сантехников. Тем не менее, он буквально за пару лет создал национальную компанию, и с очень большим оборотом. Поэтому, неважно какая индустрия, неважно какая сфера, услуги, неважно насколько они уникальны, если эти два фактора соблюдаются, можно масштабировать. И вторая часть вопроса, период кризиса, риск или наоборот надо действовать. С моей точки зрения, надо действовать, потому что период кризиса, если у вас здоровая модель и хорошая услуга, сразу на вас работают два фактора. Первое, во время кризиса потребитель всегда начинает пересматривать потребительские предпочтения. Потому что у кого-то стало денег меньше, у кого-то кто-то просто хочет найти подешевле, у кого-то просто его постоянный поставщик себя плохо ведет, или разорился, или там забился в угол и не предоставляет услуги, пытаясь переждать и так далее. Поэтому всегда потребительские предпочтения люди склонны гораздо быстрее менять во время кризиса. Что это для вас означает? Это означает, что когда вы масштабируетесь, вы можете получить клиентов, которые раньше работали с какими-то другими компаниями, получали у них услуги. Это первый момент. Второй момент, почему в кризис нужно действовать. Потому что ваше расширение в кризис всегда стоит дешевле. Потому что вы дешевле можете купить помещения или арендовать их. Потому что вам легче привлекать людей. Потому что ваши сотрудники гораздо более сговорчивы. А масштабирование всегда требует внутренней большой реорганизации. И в кризис гораздо легче проводить внутреннюю реорганизацию. Потому что все понимают, что, как говорится, на дворе война. И нужно концентрироваться, нужно напрягаться и так далее. И все вас поддерживают. Так что добро пожаловать в мир кризиса. Конечно, нужно масштабироваться. Субтитры сделал DimaTorzok